Привет! Казалось бы, что может нанести вред здоровью, кроме курения, алкоголя и наркотиков? Вы удивитесь, но на самом деле в нашей жизни присутствует множество безобидных вещей, которые могут пагубно влиять на наше здоровье. Устраивайтесь поудобнее, в этом видео я расскажу, чем вредны солнечные очки, губка для мытья посуды, а также еще кое-что. Поехали! Губка для мытья посуды. Ну что может быть безобиднее, казалось бы? Вроде бы это вещь для поддержания чистоты, но в то же время она таит в себе опасность. В ее мелких порах остается немалое количество остатков пищи, а в совокупности со влажной средой она становится пентхаусом для различных бактерий. Да, отказаться от губок сложно, поэтому рекомендуется их дезинфицировать. В основном это надо, если вашей губке уже больше недели. Один из лучших способов это прогреть ее в микроволновке, но здесь важно соблюдать главное правило. Губка должна быть влажной, чтобы она не воспламенилась внутри. Смачиваем и ставим микроволновку на одну минуту. Однако этот способ хорошо дезинфицирует только наружную часть губки, поэтому лучше всего ее менять каждые 3-4 дня. Как же бесит этот мерзкий звонок будильника! Так неохота вставать! Надо было поставить на 15 минут пораньше. Сейчас бы еще немного вздремнуло. Знакомая ситуация? Наверное, многие любят поставить 2, а то и 3 будильника на своем телефоне, чтобы еще немного подремать, а только потом уже вставать. Но на самом деле это очень плохая привычка, от которой лучше всего воздержаться. Дело в том, что дремота между звонками будильника не дает организму полностью погрузиться в глубокий сон, в котором он отдыхает. И повторный звонок лишь испугает его на полпути к этому. Таким образом мы подвергаем свой организм стрессу, что в дальнейшем может привести к усталости, невнимательности, раздражительности и депрессии. Так что приучайте себя вставать с кроватки по первому звонку будильника. Конечно же не стоит резко вскакивать, просто поставьте приятную мелодию на будильник и старайтесь не нежиться под теплым одеялом. Все мы знаем, что необходимо регулярно следить за гигиеной боковых отверстий на голове. Да-да, речь идет о наших ушах. Что только люди не используют, залезая в ухо. Спички, иголки, пастика-тручки и многое другое. В нашем случае поговорим о, казалось бы, предназначенной для этого вещи ушной палочке. Применяя такую палочку, чтобы убрать серу, мы конечно частично ее уберем, но также и утрамбуем ее оставшуюся часть внутрь уха. Что может поспособствовать появлению серной пробки. Кроме того, подобными предметами можно очень легко повредить барабанную перепонку. Некоторые спросят, а почему тогда их называют ушные палочки? Ответ, правильное название ватные палочки. Самый простой и правильный способ почистить наши ушки, это просто промыть их пальцем. Но если, например, сделать это мешает маникюр, то можно воспользоваться обычной перекисью водорода. Наносим ее на ватный фитилек и вставляем в наружный слуховой проход на несколько минут. Лучше всего делать это перед душем, потому как после этого ухо необходимо промыть легким напором воды. Летом наиболее удобная обувь для ношения это вьетнамки. Вроде бы ноги дышат и все гуд, однако и тут есть подвох. Во-первых, при каждом шаге тоненький ремешок трется о кожу, за счет чего со временем образуется микротрещина или мозоль. Таким образом появляется риск подхватить инфекцию или грибок, поскольку всякая хрень с улицы может запросто проникнуть в такие раны. Второй момент. При ходьбе во вьетнамках стопа находится в постоянном напряжении и помимо того, что появляется неестественная походка, существует риск утолщения большого пальца в связи с его сжатым положением при ходьбе. Бонусом ко всему из-за частых ударов шлепанца по пятке со временем могут появиться натоптыши. Понятно, что какую обувь носить это личное дело каждого, но лучше всего позаботьтесь о том, чтобы она не приносила вам вреда. Знаете ли вы, что солнцезащитные очки на самом деле могут серьезно испортить ваше зрение? Но относится это не ко всем очкам, а к тем, которые не защищают от ультрафиолетового излучения солнца. Такие очки, как правило, дешевые и продаются на рынках в переходах либо в павильонах. Когда мы смотрим на яркий свет, то рефлекторно наши веки прищуриваются и сужается зрачок, чтобы максимально защитить глаз. В свою очередь, темных очках глаза чувствуют себя свободно и они полностью открыты. Таким образом, если очки не имеют защиты от ультрафиолета, то вредные лучи в большом объеме попадают в наши глаза, что со временем может привести к негативным последствиям. Какие же очки тогда выбрать? Во-первых, лучше всего их покупать в оптике. А во-вторых, на них должно быть указано UVA, UVB, UV400. Что означает, очки имеют необходимую защиту от ультрафиолетового излучения. У моих очков, как оказалось, таких маркировок нет, поэтому я срочно это исправлю. И многие из нас в условиях, когда нет возможности помыть руки, пользуются специальными антисептиками в виде геля. Эти средства хорошо справляются с различными бактериями, которые скапливаются на наших руках в повседневной жизни. Но беда в том, что такие антисептики не различают хорошие и плохие бактерии. Они убивают все, а это может привести к нарушению микрофлоры кожи рук. К тому же в состав некоторых таких гелей входит триклозан, который со временем может привести к тому, что наш организм перестанет реагировать на антибиотики. Как же тогда быть? Рекомендуется использовать антисептик только в самых крайних случаях. Наверное, у многих сейчас возникло недоумение. Да пошла ты! Какой смысл всего бояться? И вы отчасти будете правы, но, как говорится, осведомлен, значит вооружен. Всем добра, еще увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!